Вообще в чувство, придите в мире, что происходит. Война вообще, эта штука взаимная, она может приводить к совершенно неожиданным, в том числе и таким последствиям, когда то, что происходит ежедневно, ежесекундно на территории Украины, вдруг начнется на территории России с жертвами, с гибелью солдат, гибелью гражданского населения и так далее, и так далее, и так далее. То есть, повторяю, это не вопрос моральных оценок, нравится, не нравится. Война вообще, она, в общем, амбивалентна к этому, достаточно, да, потому что все оценки остаются за ее пределами. А как раз-таки в том, что, ну, что пожнешь, что посеешь, что и пожнешь. И, собственно говоря, хочется первый вопрос, давайте начнем с него обсуждения, какова вероятность на втором году войны, что она перекинется действительно на российскую территорию? То есть, это будут ли партизаны, перейдут ли границу какие-то подразделения русских, там, Легион Свободной России или, там, не знаю, РДК, или, там, может быть, новые возникнут, или под их видом украинские какие-то подразделения, да. Перекинется просто-напросто война начнется в Белгородчине, в Курской области, там, не знаю, в Брянской области и так далее, и так далее, и так далее. Вот в условиях длящейся столько войны, какова эта вероятность и, собственно, как ее можно предвосхитить, так сказать, допустить эту вероятность? Так, вообще говоря, война уже перекинулась на территорию России. Это не только рейд русского добровольческого корпуса, о котором сейчас столько говорят, но и разного рода взрывы, которые связывают, так или иначе, связывают с полетами беспилотников, потому что просто у Украины нет других средств доставки взрывчатки, там, каких-то боеприпасов, которые взрываются на территорию России достаточно далеко от линии фронта. А вот эти беспилотники, они, оказывается, летают достаточно далеко. Один долетел вроде бы даже до Санкт-Петербурга, там летал, правда, непонятно, что с ним потом случилось. То ли его сбили истребители, то ли истребители просто так баражировали в небе в поисках этого неопознанного летающего объекта, но взрывы постоянно. Вот я смотрю ленту сообщений, постоянно идут сообщения о том, все чаще и чаще, что на том аэродроме, на другом аэродроме. Вот последнее то, что я видел, буквально вот несколько минут тому назад, появилось сообщение о том, что международный аэропорт города Брянск, значит, там тоже что-то такое произошло, взрывы какие-то произошли. Значит, война пришла на территорию России, и этого следовало ожидать, потому что, ну, есть выражение, известно, на войне как на войне, если вы воюете с Украиной, то почему, и позволяете себе обстреливать города, села, там, инфраструктуру и все прочее, если вы позволяете себе убивать граждан Украины, то почему, собственно, вы начинаете хлопать ушами и говорить, а как же так, а почему у нас, собственно, вот там угроза возникает, почему наши аэродромы бомбят, вот мы-то можем бомбить, а у нас как-то это вот неудобно, как-то мы не привыкли к этому, ну, придется привыкать. Значит, что, ну, вот и все, война пришла. В каких формах, это вопрос другой. Значит, пока это в формах вот таких налетов беспилотников, пока эти налеты, честно говоря, особого впечатления не производят, потому что, ну, я так понимаю, что отрабатываются формы и методы наведения этих беспилотников, потому что они выходят за зону, которой их можно, ими можно управлять операторами, и, соответственно, там они наводятся достаточно точно, и все происходит более или менее аккуратно, но когда они летят уже по заданной программе в автономном режиме, там могут случаться всякие, ну, отклонения от этой программы, или программа неотработана. В общем, я так вот для себя оцениваю вот эти удары беспилотников как испытания, в ходе которых будет отработана достаточно точная система автономного наведения этих аппаратов в автономном режиме. Принцип простой. Умри ты сегодня, а я завтра. Вот и все. В Бахмуте сейчас проводится архитация, выводятся определенные мотострелковые подразделения, которые уже им неудобно работать в городе. В город заводятся силы спецоперации, это спитура, которая максимально уничтожает врага как раз в городских постройках, не знает правильно, как себя вести в самом городе, и готовится к городским боям. Провел инспекцию Бахмута сегодня бригадный генерал Виктор Харенко, это командующий сил спецоперации. Это как раз говорит о том, что город будут брать под контроль и под обороной заниматься уже наши спецы. Правильно проведена ротация, выведена техника, подорваны определенные мосты для того, чтобы враг не мог на плечах пройти наших войск, которые проводят ротацию. И дальше этот укрепрайон будет удерживать другие силы, но все равно в связке с основным районом, который прикрывает Бахмут, это Часовьярский гарнизон, там в основном артиллерия, артиллерия прикрывает периметр Бахмута. И дальше продолжать будем выполнять ту задачу, которая стоит перед каждой армией мира, уничтожение армии противника. То есть в ближайшее время мы услышим и увидим опять большие цифры потерь у российских наступающих войск, которым придется уже, допустим, воевать в городских построях. Пан Роман, вот таке вопрос. Мы много с экспертов ожидали, что вчера, подчеркновенного заседания Ради Безпеки, Российский президент и диктатор Владимир Путин может даже огласить военный стан в стране, но интересно, что он вообще не торкнулся ситуацией в Брянской области. Как вы расцениваете это? Ну, дело в том, что в Брянской области, это район Климова, там военные части, в Климова военная часть, я там летал, аэродром разобран, правда уже в свое время учили там курсантов летать. Это рядом с границей, там большинство все-таки проукраинских и украинцев, этнических украинцев. То есть то, что российские граждане, которые воюют на стороне Украины против россиян, начали освободительную борьбу, это антифашисты, российские антифашисты, которые начинают освободительную борьбу с этого региона, это как раз показательно, то есть Брянская область, Климовский район, Климова. И именно этот, вот такого рода начало, причем уже не просто начало, это уже освещенный информационный свете, в информационном потоке, оно бьет по российской военно-политической верхушке, они даже не знают, что с этим делать. То есть механизма противодействия нет практически никакого. Закрыть границу они не могут, противодействовать они этому не могут, потому и реакции как таковой нет. Бить не по чем получается, бить по самому себе, потому что проблема-то у них. Потому что мы не услышали никаких введений военных положений или переведения СВО в какой-то другой режим операции. Это просто действия бездействия, они бы не нужны были, и они в принципе и не проводились. Я думаю, не будет такого рода никаких дальше действий. А вот действия по освобождению Российской Федерации от режима Путина будут продолжаться. Несколько таких групп, десятки таких групп, которые работают весь этот год. Мы видим, как горят склады, горят нефтеперерабатывающие заводы, нефтебазы, сходят с рельс поезда, военные объекты взрываются в России, горят военкоматы, поджигают военкоматы. Это все внутреннее сопротивление Российское, которое уже поднимает голову. Ну а здесь оно уже российские граждане. Підпишите на канал и не пропускайте новое видео. Пишите комментарии и делитесь с друзьями. Мы также будем благодарны за поддержку нашей работы на Patreon или других удобных платформах. Реквизиты в описании к видео.